Третья серия нашего сериала о Неаполе и окрестностях. И сегодня мы с вами поговорим об эротике в Древнем Риме. Привет из Помпеи! Сегодня забредем с вами в первый раз в Помпее. Но это не значит, конечно, что я вам там собираюсь только одну эротику показывать. Я вам потом еще обещаю все подробно показать. Но сегодня сосредоточимся на этом. Посмотрим, какая была эротика в Помпеях и в археологическом музее, и какие у нас хранятся интересные объекты в так называемом секретном кабинете. Вот стоит муж мой, с некоторым ужасом разглядывает план Помпеи. Это огромная территория, вообще-то 66 гектар. Представьте, это в полтора раза больше, чем Ватикан. Но мы будем с вами так, по кусочкам. Начнем с театра. Вот смотрите, какой чудесный театр. Их два тут, большой и малый. Малый еще называют Адеоном. Большой вмещал в себя 5000 человек, а маленький – 1000. Очень хорошая сохранность. Вообще, сохранность замечательная. Ну, вы знаете, да, что Помпеи засыпала пеплом во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Обещаю еще подробно про это рассказать. Пока на нашей дороге в публичный дом, а что стесняться, мы сразу идем в публичный дом. Мы с вами видим вот этот прекрасный театр. Проходим мимо стен древнеримских рядов колонн. Смотрим на вот эту кладку, кирпичики. Да, вот посмотрите, я всегда показываю в городах, которые были римскими, в Кракасоне, например, вот эти римские кирпичики, колонны, смотрите, изъеденные временем настоящие. Им теперь прививки делают, чтобы они сохранялись в таком своем первозданном состоянии и чтобы мох их не разъедал. Вот это мы с вами на территории казармы гладиаторов, например. Представьте себе, вот тут поле, на котором гладиаторы тренировались, и рядом они тут жили в казарме. А да, мы к ним на свидание приходили. Вообще, тема секса представлена здесь бурно и активно. Это очень место такое, связанное с землей, Неаполь. Да, я вам в прошлой серии рассказывала, как много, значит, здесь деньги, но и секс здесь, значит, не меньше. Вот дверки в бывшей комнате гладиаторов и галереи верхнего этажа, по которым они ходили. Взгляд на горы, пугающий слегка, и взгляд вниз под ноги. Смотрите, какие шоссе выложены огромными камнями с тех пор. И вот по одной такой улице мы и направляемся с вами к нашему публичному дому. Ну, проходим разные красивые дома частные, тоже потом еще это подробно посмотрим. Фрески там внутри, термы проходим красивые. Ой, что только нету тут. И подходим к одному дому с веселенькими фресками и прочими изображениями, где сдавались комнаты на час для уличных проституток. И на ней висит изображение то самого нашего фаусолюбимого ирегированного, который, напоминаю, уже объясняла вам в прошлом ролике, является символом жизненной силы. Он везде фактически изображен. Вот целое большое шоссе, видите, даже на шоссе. Это не стрелка, как в публичный дом идти, нет. Это оберег. А дошли мы, наконец, с вами до нашего публичного дома. Вот он на такой маленькой улице. Видите, написано «Лупонар». В «Лупонаре» у нас все стены изрисованы фресками, которые должны были мотивировать клиента на показательное выступление. Ну, или вдруг он не знает, как надо. Заодно это было как бы учебное пособие. Типа такой римской камасутры. Вот тут у них кроватки такие стояли, каменные. И на этих кроватках все и происходило с местными жрицами любви, которых называли волчицы. По латыни это будет «Лупа». От этого и происходит слово «Лупонар». А волчицами их называли, потому что они выли во время полового акта. Представьте себе. Это вроде как идет от каких-то итрусских традиций. Ну, словом, вообразите вот эти вот каменные кровати. На них народ лежит, и это все еще оглашается завываниями. Страшненькие такие эти встроенные кровати, как, ей-богу, в тюрьме в каких-то камерах. Ну, ладно. Надеюсь, что им там было хорошо. Муж мой, кстати, был немного разочарован, потому что он думал, что там действительно все сохранилось, как было. И сейчас он это увидит, ну, действительно, в первозданном виде. Ну, конечно, это не так, мало что осталось, а все предметы были перевезены в Неаполь, в археологический музей. Вот давайте бросим последний взгляд на окружающие Помпеи беспокойные горы и переместимся с вами как раз в этот самый археологический музей в Неаполе. Он такой добротный, солидный. Это самый большой археологический музей в Европе, вообразите себе. И там очень много всего интересного. Тоже покажу, если драйва хватит. Но пока мы с вами так, тыр-тыр-тыр, быстренько сейчас поднимаемся по лестнице на второй этаж, и нас ждет секретный кабинет. И вот там, та-ра-ра-ра-ра, бам-бам, сразу без обильников нас встречает основное содержание. Почему он, собственно, секретный-то, этот кабинет? Ну, потому что, когда стали производить раскопки, когда они начались в 18 веке, и археологи вот это все стали находить, ну, представьте себе, 18-й, особенно 19-й век, это же все-таки совершенно другие нравы, да, то есть, конечно, это все есть, но об этом совершенно не принято говорить, и тем более выставлять это публично. И в музее сделали специальную тайную секцию такую, как вот в советских библиотеках был типа спецхран, да, вот это был такой спецхран неаполитанского музея, куда мало кого пускали, только по спецразрешению. И потом, в 20 веке, это, в общем-то, также продолжалось, особенно при Муссолини. Муссолини, он тоже не поощрял весь этот разврат. Хотя, конечно, с точки зрения римлян, это не разврат, потому что для них изображение сексуальной активности – это оберег, да, то есть, это приносит в дом энергию, это приносит креативную силу некую, связь с землей. Кабинет полностью открыт для публики с 2000 года, но подростков пускают только по разрешению родителей. И ответственность за развращение подростка несут родители, естественно. Но тут есть что посмотреть. Вот бог Пан, совокупляющийся с козой, который он нежно держит за бородку. Пан вообще славился в античной мифологии тем, что всё время бегал за женщиной, а они от него с воплями убегали. Отсюда, кстати, берёт своё начало слово «паника» современная. Но вы должны понимать, что все эти изображения не являются порнографическими. Они часто носят религиозный смысл, используются в обрядах инициаций и также притягивают к себе желаемые. Например, все эти статуэтки и мелкие предметы в форме фаллоса призваны давать женщинам плодовитость. Опять-таки, все эти картинки притягивают деньги. Ну, вы поняли уже, вечный цикл. Секс – деньги, деньги – секс. Ой, надеюсь, что меня не выгонят с Ютуба после этого обучающего, так сказать, ролика, поскольку я-то ведь из лучших соображений, да, вот показываю вам быт и нравы древних римлян, и как у них там было принято это всё представлять. А что там заключить цензура Ютуба, это мне трудно сказать. В общем, конечно, я этот ролик ставлю, но сильно опасаюсь, что это плохо кончится. Ну, если что, не поминайте рихом. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, что в ближайших сериях больше безобразничать не буду. А честно покажу вам быка Форнезы и другие замечательные скульптуры из коллекции князей Форнезы в археологическом музее. Ну и помпей покажу подробно. Не всё, конечно, потому что я сама не всё посмотрела. Мы видели примерно треть, да, там, конечно, нужно провести целый день от восхода до заката, так сказать. У меня там много осталось ещё неосмотренных лакон, так что я вам не всё покажу. Но, по крайней мере, ту треть из 22 гектаров, которые доступны для посещения, потому что их вообще 66, но открыты для посещения только 22. Но это дофига, могу вам сказать. На день точно хватает с избытком. Ну что, насмотрелись? Ну давайте, до новых встреч. Надеюсь, что вы меня не покинете. Пам-па-па-па-па-па-па-па. Мы с Фауэллсами с вами прощаемся. До свидания.